добрый день мои дорогие друзья сегодня мы с вами займемся анализом и переводом текста из газеты александрия дейли газет эта газета выходила в соединенных штатах давным очень давным-давно я посмотрел в интернете и там было указано что с конца семисотых годов эта газета выходила в городе александрия штат вирджиния сша и благодаря усилиям библиотекарей эту газету удалось сохранить ее оцифровали и теперь мы можем наслаждаться документами которые уже более 200 лет вместе с этим мы конечно же можем и наблюдать за языком что же происходило в то время с английским языком сейчас мы с вами посмотрим на эту статью и сразу увидим насколько сложен а может и не сложен был язык в то время давайте определимся итак у вас перед глазами статья из газеты которую мы начали с вами изучать статейка совсем короткая и если вы помните 1812 год в истории россии ознаменовался началом войны к нам пришел наполеон и атаковал нашу страну и начал свой бесславный поход на москву который вам известен известно чем кончился в то же самое время в это же самый в это же самое время 24 июля в американской газете вот появилась такая статья давайте посмотрим о чем здесь идет речь и поанализируем какие здесь есть тонкости и так заглавие продается продается что же продается семья негров фэмилии of negros дальше идет описание что же это за семья которая находится в деревне посмотрите очень интересное явление английского языка здесь у нас здесь существительная фэмилии да в принципе оно обозначает коллектив людей до группу людей но при этом стоит глагол во множественном числе семья находится почему это не ошибка можно было бы сказать фэмилии из in the country но вот эти коллективные существительные если хотят сказать о том что каждый из членов этой группы что-то где-то находится или что-то делает в таком случае возможно использование глаголов в во множественном числе значит имеется ввиду что все члены семьи негритянской находится в деревне находится в сельской местности in the country и и использовались на employment наемных работах фирмы посмотрите что интересно здесь have been used have been used это present perfect пассивный залог использовались поэтому ничего сложного здесь нет нужно просто заметить что это present perfect пассивный залог на работах employment наемных работных на наемных работах связанных с фермой вот дальше идет описание семьи значит это семья негров состоящая из мужа его жены и ребенка женского пола видите да официальный язык никто не написал здесь дата написали female child видите все слова представлены из большой буквы муж жена ребенок женского пола ну видимо для удобства для того чтобы в тексте читающий сразу мог слету понять о каком количестве людей и о каких людях идет речь дальше здесь видите состоящие из да это причастный оборот до семья какая семья состоящая из мужа жены и ребенка женского пола в принципе все как в современном английском языке никаких особенных отличий мы пока не увидели итак муж и его жена каждый возрастом примерно 30 лет до 33 30 years of age муж и жена каждый примерно возрастом 30 лет ребенок возрастом примерно 7 месяцев точку здесь не видно но . есть цена 700 долларов за справками или за запросами обращаться к печатнику и и стоит дата 24 июля и видимо код объявления дан по которому печатник сможет дать все ответы как видите это маленькая статья раскрывает раскрывает вам что в 1812 году в в америке в а буйным цветом расцветала работа в торговле да и а людей продавали цена людей было сами видите не такая уж высокая ну что можно сказать про это объявление что тот кто продавал этих людей он еще считался в те времена гуманистом потому что он продавал их вместе они по отдельности как вы помните у нас отменили крепостное право в россии в 1761 году в америке же авраам линкольн президент принял закон и ввел его в действие об освобождении рабов только в 1864 году то есть у нас это произошло раньше крепостные были освобождены раньше чем в америке в америке же эта практика продолжалась еще целых три года ну вот но на мой взгляд текст очень содержательный несмотря несмотря на его краткость да он показывает что реально происходило в то время сша теперь давайте посмотрим что же получилось в переводе представляю вашему вниманию готовый перевод александрия дейли газет суббота 8 августа 1812 год продается семья негров проживающая в деревне и приученная к работам на ферме состоящая из мужа его жены и ребенка женского пола муж и жена возрастом примерно 30 лет ребенок примерно 7 месяцев от роду цена 700 долларов сша обращаться к печатнику дата 24 июля 1812 года как вы видите перевод оказался совершенно простым я попытался передать лексику максимально приближенной к этой газете потому что в данном случае важен не только информационный повод да из-за чего эта статья напечатана но важно конечно для нас и передать как можно ближе каким же языком люди тогда общались я поставлю этот перевод в комментариях а мы с вами продолжим искать новые статьи я буду их анализировать вместе с вами мы будем их переводить таким образом мы будем повышать уровень владения английским языком а также будем повышать свои переводческие способности спасибо вам за внимание всего вам доброго отец и Продолжение следует...